Доброе утро! Никогда не переставать сомневаться. Девиз, который я услышал в одной из организаций Перми. И я почему его запомнил? Потому что здесь, на Ветте, мы тоже никогда не перестаем сомневаться. А достаточно ли позитивным вышло это утро? А смогли ли мы в полной мере отразить картину дня, чтобы вам было легче к нему подготовиться? И каждое утро стараемся сделать еще лучше. Давайте посмотрим, что получилось сегодня. Утренний вестник уже у вас. Брать или не брать? Стоит ли сейчас покупать доллары, люди говорят. Конфискация валюты. Вы серьезно? Серьезно. Правила денег. О что нам фронт несет? О погоде на этой неделе. Как создать ТСЖ и зачем это вам? Поговорим об этом с гостем в студии. Личная территория. Идем на выставку в ЦВЗ. Чудеса и факты. Не перестаем удивляться и удивлять. Можно было бы сказать, все, сидим по домам. Но я предлагаю думать, что дома просто лучше. Объем услуг турагентств в Прикамье снизился на 72% по сравнению с последним доковидным 2019-м. Вот такие вот новости. А вот еще какие? Несколько авиакомпаний получили допуски на выполнение регулярных международных рейсов из Перми. Соответствующее разрешение выдало Федеральное агентство воздушного транспорта. Red Wings получил допуск на рейсы по маршруту Перм-Баку и Перм-Ереван. Компания запрашивала частоту перелета в два раза в неделю. Авиакомпании «Сибирь» разрешены полеты из Перми в израильский Эйлад. Частота возможных полетов три раза в неделю. Royal Flight получила допуски на прямые авиаперелеты из Перми в Королевство Таиланд. Получение допуска на выполнение рейсов не гарантирует формирование полетной программы. Жители Прикамья стали жаловаться на отсутствие сахарного песка в магазинах. В региональное министерство промышленности и торговли поступило сразу несколько жалоб. В Минпромторге подтвердили, что дефицит сахара у некоторых торговых сетей действительно имеется. Связано это в первую очередь с большим спросом. Сейчас пермики делают варенье и другие заготовки из ягод и фруктов. В целях контроля за ситуацией создан специальный оперштаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры на продовольственном рынке. В этом году сравнение с аналогичным периодом прошлого года, то есть объемы поставок и реализации сахара, они практически выше в два раза по сравнению с прошлым годом. И просто торговые сети, конечно, не ожидали такого повышенного спроса именно на сахар. И поэтому временные трудности и возникли. Обходимо время, чтобы и логистику перестроить, и зарядочную компанию усилить. И я думаю, что на этой неделе штата должна кардинальным образом измениться. Вырастет ли в таком случае цена на сахар, то, по словам Владислава Танкова, все участники рынка уверены, что нет. В ближайшее время поступит свежий урожай сахарной свеклы, и заводы-производители будут обеспечены сырьем в достаточном количестве. С 1 августа в крае стартует первая сельскохозяйственная микроперепись. Она проводится на постоянной основе один раз в 10 лет, через 5 лет после завершения очередной всероссийской сельскохозяйственной переписи. Последняя состоялась в 2016 году. Выборочно обследовать будут несколько категорий – сельхозорганизации, крестьянские фермерские хозяйства, ИП и личные подсобные хозяйства. По результатам микропереписи будет формироваться информационный ресурс, который позволит, значит, объективно, опираясь уже на реальные цифры, строить какие-то прогнозы, значит, корректировать планы развития нашего аграрного сектора. Потому что надо понимать, как мы развиваемся, как развивается наше сельское хозяйство, можем ли мы себя прокормить, значит, сколько у нас земли, сколько у нас поголовья, какова структура, значит, где нам, может быть, развивать уже какие-то другие направления. К работе привлечено почти 640 переписчиков. Каждый из них должен будет пройти порядка 480 объектов переписи. Сотрудника можно узнать по спецэкипировке, кепка и зеленый жилет с соответствующими эмблемами и по удостоверению переписчика. Не надо предъявлять ни документы ни на дом, ни на землю, ни на каких там животных, то есть это, значит, уже какой-то мошенник пришел. Наш переписчик заполняет только со слов. Вся информация, она конфиденциальная. Обработка в закрытой сети будет происходить, то есть ни через какие каналы связи, ни через интернет это передаваться не будет. Заполнить бланки юридические лица смогут и онлайн на сайте Пермстата. Закончится сельскохозяйственная микроперепись 30 августа. Первые данные в Пермстате ожидают к концу этого года. Льготно и дорого. Так можно сказать про пермский рынок недвижимости. Программа льготной ипотеки продлена до июля 2022 года. Это и стало толчком для тех, кто откладывал покупку своего жилья. Для застройщиков это спрос на продукт, для покупателей – рост цены. Роковую роль в этом процессе сыграл и небывалый спрос на строительные материалы. В итоге разница в цене в сравнении с прошлым годом существенная. Новостройки в районе 15%, где-то в элитных домах до 20%, а вторичный рынок процентов около 10%. Первичный рынок, средняя стоимость квартир сейчас 75-80 тысяч рублей за метр квадратный. И люди с удовольствием покупают. То есть, опять же, господдержка повлияла для именно такого ажиотажного спроса. Однако такого ажиотажа на жилье, что случился в прошлом году, уже не будет, говорят эксперты. Еще одна особенность пермского рынка недвижимости – выход за пределы региона. Район Краснодарского края, Сочи, да, с огромным удовольствием люди переезжают, потому что, ну, совсем другие условия и погоды все отсюда вытекающие. И уровень цен, я думаю, что он, наверное, сопоставим даже с пермским рынком. На данный момент рост на недвижимость на пермском рынке продолжается. По словам экспертов, ситуация стабилизируется ближе к осени. Но даже в этом случае ожидать снижения цен на квартиры не стоит. Каждый день в ленте новостей меня просто преследуют новости. Хоть по одной, но каждый день. О том, стоит ли покупать доллары, что будет с курсом рубля. Но, знаете, из всех новостей на эту тему и не знаешь, каким верить. Поэтому решили спросить людей на улицах Перми. Самый надежный источник. И люди говорят. 50% опрошенных нами пермяков покупать доллары не советуют. Одни говорят, что сейчас он слишком дорого стоит. Другие, что есть куда более перспективная валюта. 31% опрошенных говорят, что доллар стабильно растет. И наверняка продолжит эту тенденцию в будущем. Бесполезно. Сейчас пока еще слишком дорого. Пока еще, да, дорого. Думаю, можно купить, да. Разнообразить, скажем так, свой портфель, кошелек. Но долго бы я в них сидеть не стал. Я думаю, да. Потому что он год за год растет. Как мы видим, наблюдаем. Перед пандемией, например, был где-то 60-чем-то. А вот он после пандемии вырос, да, 70-чем. Сейчас он стоит 73, по-моему. Покупать их очень рискованно. Потому что ситуация на рынке разная. Каждый день меняется. Но я думаю, что дешеветь он навряд ли станет. То есть, если даже и подешевеет, то временно. И вообще, есть мнение, что он до 90 рублей скоро уже дойдет. Поэтому вот так. Я бы вложился в юань, например, китайский. Поскольку все-таки, мне кажется, он на текущий момент гораздо будет стабильней. В плане долгосрочных перспективов, скажем так. Но лично мое мнение, как не профессионала, не связанного с финансовой сферой. Но будь у меня пара лишних миллионов, я бы купил юань. В какой валюте хранить сбережения? От мук и переживаний по этому поводу вас может избавить конфискация валюты. А что, такое возможно, спросите вы? Ну да, вот такие вот они, правила денег. Существует ли в природе конфискация валюты? Ну, в действительности, на этот вопрос могут ответить многие сограждане старшего возраста. В СССР за хранение и операции с иностранной валютой можно было получить не только тюремный срок, но и расстрел. Очевидно, что всю найденную валюту государство конфисковало. Но зачем я задал вам этот вопрос? Дело в том, что с 9 июля 2021 года в Беларуси вступает в силу указ президента, по которому Национальный банк в случае необходимости, называемой угрозой экономической безопасности, получил право вводить полный запрет на покупку иностранной валюты, устанавливать предельные объемы, количество и сроки валютообменных операций, либо требовать получения разрешения на проведение таких сделок. Кроме того, Белорусский Центральный Банк сможет де-факто конфисковать иностранную валюту со счетов юридических лиц, принудительно конвертируя ее в белорусские рубли. И, как вы понимаете, скорее всего, курс конвертации будет не очень выгодным. Если вы следите за политикой, то понимаете, что такие меры были придуманы на фоне введенных Евросоюзом санкций против Белоруссии. Но, наверное, следящие за развитием событий граждане невольно примеряют эту ситуацию на себя, как бы спрашивая, а может ли такое произойти в России? Ну, во-первых, несколько лет назад, когда еще непонятно было до конца, как санкции повлияют на Россию, один из руководителей крупных российских банков допустил, что конвертация валютных вкладов населения в рубли вполне может рассматриваться. Позже, правда, взял свои слова обратно. Но ведь дыма без огня не бывает, скажете вы. На мой взгляд, если вы хотите защитить свои сбережения от различных рисков, такой сценарий тоже нужно иметь в виду. Ведь если на экономическом фронте станет совсем плохо, помогать своей родине снова станут сами граждане. Если вы скажете, ну, для России это неудивительно, то я вам напомню похожую историю. 1 мая 1933 года в США на фоне Великой депрессии государство начало конфискацию золота у населения. И граждане, и компании должны были сдать имевшееся на руках золото и получить за него около 20 долларов за унцию. Наверное, не нужно говорить, что после конфискации цена золота была поднята до 35 долларов. За уклонение от сдачи золота брали штраф в 10 тысяч долларов или предлагалось тюремное заключение до 10 лет. Фактически этот закон был отменен лишь в 1974 году. О чем это все говорит? При значительном ухудшении экономической ситуации любое государство может пойти на различные меры по отношению к собственности граждан. Нужно просто учитывать такие риски, создавая сбережения. Если мы говорим о валюте, инвестировать в зарубежные ценные бумаги либо просто перейти на наличные, особенно на фоне нулевых процентных ставок по доллару и евро. Это были «Правила денег» и с вами был Эдуард Матвеев. Только по ощущениям, иначе никак. Ну, это я отвечаю на вопрос, как можно понять, что с погодой. Но ведь так невозможно понять, что будет с погодой завтра, послезавтра, в выходные. Приходится полагаться на синоптиков. Итак, что с погодой на этой неделе? Вот этот симпатичный малыш вполне может повстречаться на вашем жизненном пути, если вы решите прогуляться в сторону Пермской художественной галереи. Позади музея расположилась довольно любопытная выставка. Она посвящена красотам Пермского края. Правда, сегодня и завтра эти дни навряд ли можно назвать променадными, поэтому лучше всего захватить с собой теплые вещи. Скорее всего, зонтик вам тоже пригодится, потому что, вероятно, нас ожидает сегодня небольшой дождь. Правда, все должно ограничиться и в утренней порции, а в течение дня погода никаких подвохов не обещает. Дневная температура составит около 17 градусов тепла, а вот завтра все несколько драматичней, и на пару градусов станет прохладней. Не обойдется и без осадков. Кстати, очень хорошим барометром является окружающая нас флора. Советуем обратить на нее пристальное внимание. Перед дождем обычные полевые садовые цветы очень сильно пахнут. Вот если вы выходите в ясную погоду из дома, и вдруг на улице ощущаете сильный цветочный аромат, пожалуйста, вернитесь обратно и возьмите зонтик, потому что непременно окажетесь под дождем. Но уже в четверг характер погоды станет больше похож на летний, столбик термометра доберется до 20, а к воскресенью и вовсе настолько распогодится, что снова можно будет собирать пляжные наборы и отправляться получать солнечные ванны к рекам и водоемам. И вот здесь момент истины, потому что июль на этой неделе заканчивается, и главный вопрос на повестке дня. Каким же будет август? По секрету расскажем, что следующая неделя точно будет теплей, чем эта. Полина Рифа, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Мы продолжаем «Утренний Вестник». А о чем эта программа? Ну, в первую очередь, она для вашего удобства. Чтобы вы, не отвлекаясь от утренних сборов, могли подготовиться к тому, что сулит нам начавшиеся деньги, очередной в нашей жизни. А еще она, ну, знаете, таким товарищеским духом пропитанным, мне кажется. Мы же с вами преследуем одну и ту же цель. И в этом смысле мы очень похожи на такое хорошее ТСЖ. Кстати, об этом, о том, как организовать ТСЖ, какие плюсы для жителей такая форма организации управления собственным бытом несет, мы будем говорить с гостем студии. Председатель ТСЖ «Паруса над Камой» Петр Морщинин. Петр Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, первый мой вопрос о том, собственно, о плюсах. Вот вы топите за ТСЖ, мы у вас в гостях бывали неоднократно. И я, неоднократно побывав у вас в гостях, тоже начал топить за ТСЖ. Тоже, когда меня спрашивают, интересуют вас в качестве примера, привожу повсеместно, постоянно. Но для тех наших зрителей, кто, может быть, сомневается, ТСЖ – это благо для того или иного дома? ТСЖ, на мой взгляд, это вообще единственная возможная в нормальном цивилизованном обществе форма эксплуатации, контроля за своим жильем. Ведь это же наши дома. Вот когда человек, наконец-то, уйдет от понятия «моя квартирка» к понятию «мой дом», вот все-таки это направление такое, что надо масштабировать свои интересы на весь дом. Весь дом и весь двор. У нас достаточно большой двор. Есть даже люди, которые до сих пор весь двор не обошли, живут, допустим, пять, семь лет, и некоторые уголки наших дворов, они не знают. Задача-то такая, чтобы в ТСЖ все знали свой двор, все знали свой дом. Хотя дом, конечно, это сложная вещь в плане управления, но я понимаю, что любой цивилизованный человек, имеющий какое-то образование, чаще всего это даже высшее образование, должен разбираться в нюансах своего дома, чтобы решать свои повседневные проблемы очень просто. Насколько жители должны быть готовы к тому, что им всем так или иначе, если они решили организовать ТСЖ, придется в этом участвовать? Или начать нужно с того, что вот в каждом доме должен быть свой Петр Анатольевич, компетентный, интересующийся человек, который готов этим заниматься. Как вообще подойти к этому вопросу? Ну, конечно, ведь любое сообщество, а ТСЖ – это такое людское сообщество, оно очень похоже на семью. В каждой семье есть кто-то лидер, кто-то творческий человек. Ну, есть свои бабушки, дедушки. И вот именно такое наличие разноплановых, разнообразных, разновозрастных людей, оно и позволяет создать ТСЖ для того, чтобы все жили в согласии, получали от жизни максимум комфорта и удобства. Ну, у вас три дома в парусах над Камой, большие дома, много жителей. Вот консенсус тот самый удается ли находить? Ведь я так понимаю, что, насколько я знаю, в том числе у вас на разных этажах разная раскраска подъездов, вот как раз по этой причине. Не все люди понимают, а зачем, говорит, разная раскраска. Опять же, нет смысла убеждать человека в какой-то единообразности, вот эти вот строгие правила, они, скорее всего, дома не нужны. Семья, когда живет в квартире, ведь все комнаты разные, все комнаты делаются конкретно под жителей этой конкретной комнаты. Мама заботится кухней, у папы кабинет, у детей детская. Они же все разные. И вот исходя из этого, и хотя бы цвет своего коридора, живущего совместно на площадке, выбирают сами. С чего начать, давайте расскажем жителям, тем, кто, во-первых, думает об этом и хочет оценить возможные последствия. Предлагаю к вам в паруса заехать, посмотреть просто, что можно сделать при правильном управлении общедомовым имуществом, при правильном контроле территории. Вот что бы посоветовали вы? Для этого, во-первых, нужно иметь инициативную группу. Соседи должны между собой общаться. Начните общение на лечной площадке, общение во дворе, говорить здрасте в лифте, говорить здрасте на парковке, интересоваться, перекинуться пятью словами – ведь некая проблема. Но от этого и завязываются отношения. Не так быстро все это делается. Это во времени очень такой длительный затратный процесс. Но его нужно начинать. Начать нужно с себя, с своего соседа. Соответственно, тогда и можно будет обсудить план перехода в ТСЖ и поставить какие-то цели и задачи, а что мы хотим улучшить в своем доме и в своем дворе. Ну вот я говорю же, утренний вестник наш, он тоже как хорошее такое ТСЖ. Предлагаем общаться, участвуйте в наших опросах, в нашей группе ВКонтакте, на сайте. Ловите нашего корреспондента, который каждый день с микрофоном ходит по городу, спрашивает у вас какие-то вещи о городской жизни, высказываетесь. И вместе придем к этому самому консенсусу и сделаем наш общий быт лучше, начиная, может быть, с конкретного ТСЖ, заканчивая всем нашим большим городом. Петр Анатольевич, вас благодарю за то, что сегодня были у нас в гостях. Ну, если будут к нам обращаться люди за советами по поводу организации ТСЖ, мы их уж с вашего разрешения на вас перенаправим. Мы всегда готовы, приходите в гости, покажем, расскажем, проконсультируем. Заранее спасибо, будем рады видеть вас снова. Да, удачи. А теперь почитаем. Ну, вернее, мы уже за вас почитали пермскую прессу, а прямо сейчас расскажем о том, о чем пишут. Не отвлекайтесь от своего завтрака, ну или чем вы там у себя занимаетесь. Власти Турции не собираются вводить дополнительные ограничения для российских туристов. Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов, отметили в ДИФ-миссии, комментируя заявление турецкого инфекциониста Мехмета Джейхана. Недавно из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране тот призвал ужесточить меры по отношению к российским туристам, правда, так и не пояснив, почему он выделил только россиян. Хотелось бы отметить, что заявление господина Мехмета Джейхана является его личным мнением, подчеркнули в посольстве. ФСБ и Росгвардия провели совместную операцию по пресечению деятельности подпольных изготовителей оружия. Как сообщает Центр общественных связей, и ведомства задержания подозреваемых прошли в 25 регионах России, в том числе и в Пермском крае. Из незаконного оборота изъяты 272 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Оружие продавалось через интернет. Оплата приобретаемого оружия, основных частей, боеприпасов производилась посредством электронных платежных систем, а его доставка покупателям через операторов почтовой связи и транспортной компании. Объем услуг турагентств в Пермском крае за два года упал на 70%. Заметное снижение сохраняется и в объеме услуг гостиниц. За первые пять месяцев этого года объем сократился на 23% к 2019 году. Между тем, на допандемийный уровень вышли санатории и дома отдыха в Прикамье. Практически во всех сферах оказания услуг максимальное падение объемов было зафиксировано в прошлом году и с тех пор идет возвращение к докризисным цифрам. Этот путь уже прошли общий ПИД, предприятия по оказанию услуг химчистки, пошива одежды и обуви, ремонта транспортных средств. Мне тут довелось ввиду стечения обстоятельств изучить ассортимент платка с газетами и журналами в почтовом отделении. И я вам скажу, вот где скрыты все тайны человечества. Тайны и мифы, невыдуманные истории. НЛО существует лишь несколько названий и заголовков этих периодических изданий. А у нас просто чудеса и факты. А как вам корабль, предназначение которого перевозка других кораблей? Именно в этом призвание гиганта, который называется Blue Marlin. Кроме того, у него есть брат-близнец по имени Black Marlin. Оба таких судна приходят на выручку, когда возникает необходимость в доставке в любую точку мирового океана, нефтяной платформы, иных, возможно, поврежденных или еще недостроенных судов. Marlin не просто суда, а полупогружные суда. То есть на них не обязательно, ну, например, краном ставить что-то. Они могут погрузиться под воду, подвестись, например, под нефтяную платформу и уже вместе с ней на борту всплыть. Ширина судна 79 метров, длина 275 метров, а осадка 9,5 метров. Крейсерская скорость «Голубого Marlin» составляет почти 13 узлов. Но справедливости ради отметим, что используют их не так уж и часто. Эти плавучие гиганты были построены в 2000 году в Норвегии. Через два года после спуска на воду их серьезно модернизировали, в том числе и в плане грузоподъемности. Сегодня они принадлежат компании из Нидерландов. Они успели совершить ряд подвигов, собственно, для чего их и строили. Перетащили гигантскую нефтяную платформу «Бритиш Петролиум», поврежденный американский эсминец, радар морского базирования и недостроенный вертолетоносец. Это самый большой бассейн, построенный руками человека. Он расположен в Чили, на курорте «Сан-Альфонсо-дель-Мар». Чтобы его заполнить, необходимо 250 тысяч кубометров воды. Он протянулся вдоль океанского побережья на 1 километр и 13 метров, а его глубина достигает 3 метров. Но что за бред? Зачем строить такое, когда вот он, океан? Не спешите с выводами. Из-за антарктического течения купаться здесь нельзя, температура воды не превышает 17 градусов. Поэтому, чтобы сделать курорт более привлекательным, и решили построить такое чудо. Площадь бассейна более 8 гектар. Вода здесь из океана, но отфильтрованная и нагретая до комфортных 26 градусов. Бассейн настолько велик, что гости прилегающих отелей могут арендовать небольшие лодки, парусники и надувные водные горки. В 2006 году бассейн официально признан самым большим в мире. Строительство обошлось, по разным оценкам, от 1,5 до 2 миллиардов долларов, а сумма, которая требуется в год на его содержание, составляет более 4 миллионов. Когда бассейн открыли, курорт стал пользоваться большой популярностью. Теперь бронировать номера в отелях здесь надо за 2-3 месяца, а на Новый год и Рождество и того больше, потому что в Чили принято отмечать эти праздники на берегу океана. Два поселка на северо-востоке Пермского края с грустной и схожей судьбой. Если вы зачитываетесь истории Припяти и иных брошенных городов, здесь побывать обязательно стоит. Оба поселка начали развиваться в 50-х годах прошлого века вокруг угольных шахт. В начале 90-х в Шумихинском проживало около 10 тысяч человек, а в юбилейном примерно 11 тысяч жителей. Но в начале 2000-х шахты Кизеловского угольного бассейна стали закрываться. Причем шахта Штольная к моменту своего закрытия не выработала и половины своих ресурсов, но решение принято. Тем, кто трудился в шахтах, выдали жилищные сертификаты, и процесс вымирания для этих населенных пунктов стал необратимым. На сегодняшний день население того и другого поселка в районе тысячи человек в каждом, в основном пенсионеры. Практически все многоквартирные дома сегодня здесь стоят пустыми, но до сих пор в квартирах сохранилась мебель от прежних хозяев. Двухкомнатная квартира в поселке Юбилейный стоит 200 тысяч рублей. Плато Путорана называют одним из полюсов недоступности нашей планеты. Это удивительное место находится в Сибири, южнее полуострова Таймыр. Его площадь приблизительно 2 миллиона гектар. Более 252 миллионов лет назад на этом месте располагался огромный вулкан. Ученые говорят, куда там Еллоустоуну? Он был самым большим на нашей планете. Лава, которую он извергал на протяжении 2 миллионов лет, сформировала рельеф плато, а над всем остальным ущельями, равнинами, силуэтом гор поработали землетрясения и ветра. Сегодня здесь тысячи озер и водопадов. При этом точное количество водопадов до сих пор неизвестно. Чтобы все их описать и дать им какое-либо название, требуется колоссальное количество сил и много тонн топлива для вертолетов. А взять с собой в экспедицию такое количество не представляется возможным. 9 месяцев в году на плато царит суровая сибирская зима. Температура падает до минус 45 градусов, а весна, лето и осень умещаются в июнь, июль и август. Коренные народы ненцы, нганасаны, венки полагали, что здесь обитал бог огня. Его считали правителем преисподней и истязателем людских душ. В 2003 году плато Путорана включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Бывает такое, что выходные заканчиваются, и ты понимаешь, что провел их абсолютно бесцельно. И не отдохнул особо, и не сделал вроде бы ничего полезного. Чтобы побороть его это ощущение, предлагаю сделать что-нибудь полезное для себя и отдохнуть культурно в рабочие дни. Приглашаем на личную территорию. Все вы, конечно, помните, что Александр Сергеевич Пушкин на полях своих дневников рисовал портреты прекрасных дам, современников и героев своих книг. Я думаю, что не для одного литературоведа этот факт стал поводом для написания диссертации на тему Пушкин не только наш великий поэт, а еще и довольно приличный живописец. И вот этой теме художник-автор книги посвятил свою новую экспозицию в Центральный выставочный зал. Ну и чтобы не оставлять солнце русской литературы в гордом одиночестве, присовокупим еще парочку известных имен, дабы составить ему компанию. Михаил Лермонтов и Даниил Хармс тоже сопровождали свои тексты вполне себе уверенными набросками. Правда, выставка включает не их работы, а наших с вами современников. На материальном носителе они оставляют след своих размышлений в виде текстов, рисунков и не только. При этом не стоит слово «книга» воспринимать исключительно буквально. Работы из Москвы, из Санкт-Петербурга. Очень крутые и прямо уникальные издания авторской книги и издательства Витанова. Это прекраснейшие арт-объекты, которые просто так, наверное, увидеть почти невозможно, потому что они очень специфичные, они очень личные и в каких-то больших выставках участвуют редко. Тазбакс – это прекрасный художник, который в основном занимается стрит-артом и паблик-артом. Я думаю, что вот эти работы можно интерпретировать по-разному. 84-й год – это год его рождения. У нас с вами возникает ассоциация 84-го согласно Джорджу Оруэллу. Основная его идея – это некая законсервированность, опять же, знания, где нужность – ненужность. То есть это знание законсервировано для последующих поколений. Или это знание ненужное, которое можно просто… оно может испортиться, и мы его выбросим. То есть вот этот разнообразный интерпретационный подход мне очень близок в работах всех художников. Для вот этих объектов художник использовал настоящий рассол, настоящий, по крайней мере, чеснок. Да, 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 да. И, собственно, книга как то, что мы можем потреблять. Каждый из участников выставки использует свою стратегию при создании книги художника. И в этом ее неповторимость. При этом художником при желании может стать каждый из нас. Главное, чтобы вам было, что сказать. Ну а материалом для выражения мысли может быть все, что угодно. Старый билет, квитанции, гербари или письма. Выставка «Личная территория» подскажет, как лучше это сделать. Полина Рифа, Владислав Рашидов. Телекомпания «Ветта». На днях читали с дочерью интерактивную книгу, на которую смартфон наводишь, а там герои оживают, становятся объемными, что-то тебе рассказывают. Не знаю, кому больше понравилось, мне или ребенку. Теперь жду, когда в таком формате будут серьезную литературу издавать. Ну, я это к тому, что открывать для себя что-то новое можно и играя с ребенком, и смотря «Утренний вестник», и просто каждый день. Пусть сегодняшний день покажется вам интересным. Оставайтесь с нами.